И снова добрый вечер всем фанатам Империи, всем фанатам команды Fnatic и моим слушателям, друзья. Привет! Конечно же привет! Вчера я вам обещал постримить игру Empire против Fnatic, финал девятого EIZO Cup, и вот он я, собственно, здесь, готовый во всеоружии смотреть эту великолепную доту. Ну, что можно сказать по поводу этого матча? В принципе, все и так, наверное, все знают, кто такие Empire, кто такие Fnatic. Можно было бы бросить взгляд в прошлое, а точнее на вчерашнюю вообще игру этих команд и сказать, кого они все-таки смогли одолеть. Ну, у команды Empire был, по-хорошему, не самый легкий путь в финале EIZO Cup. Все-таки Speed Gaming считаются, ну, сильной командой, я бы так сказал, а учитывая то, что имперцы играли в рамках BO1, да, доты, им было, ну, на мой взгляд, проблематично пробраться, то есть одна ошибка, которую они могли бы допустить, могла стоить им, в принципе, игры и победы. И тогда бы они не дошли бы до финала BO1, дота, это такой жесткий, знаете, отбор, который, собственно, проходит порой даже не то, чтобы самые лучшие, да, а вот более удачливые или, ну, хотя я не к тому, что там в этот финал попали команды, которые не достойны финала. Нет, ни в коем случае, я наоборот считаю, что Empire и Fnatic это команды, которые достойны финала больше всего. Ну, конечно, есть еще и другие команды, которые играют, ну, приблизительно на этом уровне. И если бы пришлось играть BO3 матч, не факт, что фнатики бы вышли, не факт, что имперцы бы тоже пробрались в финал, но я очень рад, что у нас финал вот на Ezekup будет именно такой, который мы сейчас наблюдаем. Итак, Empire в своем полном составе. Скандал, Mac, always on a fly, one score is silent. Значит, фнатики тоже играют пятером, да, без каких-то стендингов. Лайно Тейлера, Трикси и Ханни, а вот про фнатики я ничего не сказал, какие у них были соперники. А почему я не сказал? А, наверное, потому что я и не помню, какие у них были соперники. Потому что вчера фнатики играли в нижней сетке, да, это значит то, что их игры были после команды Empire, да, вот сначала играла верхняя сетка, там играли Empire, и в нижней сетке играли фнатики. И они закончили вчера в полчетвертого утра, и, честно говоря, я единственное, вот что помню оттуда, что Ханни там была на инвокере, вот последняя игра, она была, ну, в какой-то степени фановая для фнатик, потому что они там с преимуществом в 35 тысяч никак не могли закончить. Я вот не знаю, что с ними там произошло, может, они резко встали и ушли, а вместо них сели какие-то совершенно другие люди. Но, тем не менее, да, там был Ханни, там был инвокер, и мне это вот больше всего запомнилось. Ну, против кого, честно вам признаюсь, не помню просто против кого они играли. Ну, там были, на самом деле, кажется, сильные ребятки. Там вот, сейчас я попытаюсь все-таки осознать, да с кем же они играли, с Моузами, что ли? Да, вот, точно, с Моузами они играли, с датчанами. Блин, конечно. Фнатики забрали на Экса первым героем, и скандал сейчас сидит и думает, кого же забрать. Ну, блин, ну так много хороших героев против Лайфстилера. Лайфстилера только, наверное, ленивый не сможет законтрить в CM, когда есть такие персонажи, как Нага, Вивер, Разор, не знаю, Шэдоу Демон. Вот раньше я помню Шэдоу Демоном контрили Лайфстилера, да, вот, таким образом накидываешь просто ульту, пока он в рейдже. Он там медленно-медленно перемещается, неважно, что он там вжимал барабаны, не барабаны, фейзы, не фейзы, с Энджин Дьяши у него, или какие-то другие артипы, не знаю, может он Еул там собрал, да, для полной скорости, может это какой-то Найкс Мазохист. Тем не менее, бегать он все равно нормально не может, и вот за время действия Демоник Пурджа он кайтится, да, очень легко. Потом у него кончается рейдж, и ему там начинают станы скидывать, там, прятать его этот Шэдоу Демон начинает. Вот, но имперсы решили поступить немножечко по-другому, они забрали визажа и Клокверка. Это стандартный дабл пик, мне кажется, даже вот один из просто вот шаблонных даже, вот не побоюсь этого слова, дабл пиков, когда нету вот каких-то ярко выраженных, да, героев, которых можно забрать вот сразу так, сходу, да, как там, ну хотя они могли бы забрать Элдер Титана, да, там, Тимпера тоже могли бы пикнуть, вот, но не стали этого делать. И в такой момент просто вот пикается Клокверк и какой-то еще вот герой, там, либо Виседж, либо Вивер. По-моему, вот, Виседж и Клокверк это один из самых шаблонных дабл пиков на первой стадии драфта. Да, ну, вторым героем Флай добрал Виномайсера, который тоже сейчас в новом патче не самый плохой герой за счет тут улучшенных вардов и улучшенной его пассивки. Вот, тем более, что вместе с Найксом он контрится, контрится, нет, он не контрится, он комбится. Контрится как раз-таки Лайфстиллер Клокверк, а с Виномайсером он комбится, да, тем, что Гейлом можно подцепить и очень сильно замедлить цель. Так, Эмпайр добирает еще Энигму. Мне что-то становится прямо-таки, знаете, страшно. Энигмы ни разу не видел, по-моему, Энигму в исполнении Ванскора. Что-то мне подсказывает, что именно Ванскор будет играть на Энигме. Он вроде бы на ченах, на всяких таких нынчах играет в команде Эмпайр. И, собственно, у него получается это, надо сказать, очень хорошо. Справляется Ванька Скороход на такой роли, да, такого, можно сказать, гангера-лесника-саппорт. Это вот что-то подобное. Ну и на Энигме он, естественно, тоже, мне кажется, будет играть. На Визаже тогда у нас будет Always on a Fly. Получается, на Лайфстиллере Эра. Ну и кто там, не знаю, Трикси или Флай, там, кто как что будет саппортить. Хани должен будет в Миду стоять. Убрали Дума, убрали Вайпера. А, ух ты, смотрите, Бан Инвокера. Интересно. Ну да, ребята знают то, что у Хани есть определенная стратегия, да. То есть он стоит сейчас инвокером через 4.04, да, то есть через двух воржей с Оршадом. Вот я сегодня в пабе попытался, так сказать, олицетворить вот эту вот стратегию. Но там, ну, не, на самом деле нормально получилось. Просто, когда ты играешь в ЦМ, у тебя такая сборка на инвокере, она нужна для определенного, так сказать, для определенной цели. Ты просто идешь и пушишь. У тебя есть Оршад, у тебя есть два фаржа. На тебя просто никто не может напасть. Ты выскакиваешь, даешь колдснап Оршад и просто чувака убиваешь. Но мне как-то вот после игры с Оршадом на инвокере, мне, знаете, вот мобильности не хватало вот той былой, да. Когда ты играешь там инвокером и покупаешь ему тебе или даггер, или форстав, там, одним из первых артефактов. И ты очень мобильный, ты всегда можешь тоже там подъехать, фаржей, колдснап, там, стеночку какую-нибудь поставить при необходимости. И удобно, удобно. Ну вот, в общем, не доставало мне этого. А когда у тебя инвокер с Оршадом, он, конечно, руками очень сильно начинает накидывать. Тоже, кстати, очень, с одной стороны, такая тонкая, да, тонкое свойство инвокера накидывать рукой при хорошем экзорте. Оно сочетается с очень большой скоростью атаки, да, которую добавляет Оршад. И ДПС тоже становится очень сильной, потому что там помимо Оршад еще же, да, дамажит. И плюс он еще интовый дает дамаг. Короче, для инвокера, наверное, Оршад это очень хороший артефакт. И, ну, не знаю, мне просто как-то не очень нравится на таком инвокере играть. Наверное, надо просто привыкнуть. Флетчера забирают имперца. Ну вот они часто берут этого героя. Так, кстати говоря, я в чатик пока что гляну, посмотрю, что там пишут. Спрашивают, а почему ты не стримишь Na'Vi против Альянса? А потому что там слишком много комментаторов. Это, ну, не знаю, я посчитал, что я из-за кап, я вчера его смотрел весь день, и логично было бы его достримить до конца. А то, что там другие какие-то матчи идут, ну и пусть себе идут. Кто хочет поболеть за империю, тот посмотрит эту игру. Ну или, по крайней мере, в записи, может быть. Так, она в другом чатике. Дайте ссылочку на сетку турнира. Ну, это на самом деле немного проблематично, потому что... Потому что почему? Потому что ее надо сейчас искать, а я этим заняться не могу. JoinDota.com. Там всю информацию можно найти быстро и легко. Даже если ты не владеешь английским языком. Просто увидел там AzaCup, там логотипчик или что-нибудь там подобное. И просто ткнул на новость, там как-нибудь дальше дотыкаешь до сетки. Ну или там список матчей есть прошедших. Там тоже можно подыграться, просто немножко дольше будет. Баунтик Хантер. Прошу прощения, Уфнатик. Не отпускает что-то меня простуда, прям совсем болею. Вообще против Клинкза, конечно, будет полезен БХ треки повешать, вешать треки. Но какой-то Уфнатик, знаете, пик такой. Он какой-то вот, вот вообще какой-то вот он не клеится. Вот эти вот герои, они как-то друг с другом, мне кажется, не клеятся. Там Виномайзер, Лайфтиллер. Окей, да. Это может как-то склеиться. Куда пойдет БХ? БХ непонятно, потому что БХ нужна обязательно соло линия. И Виверу тоже, ну Вивер может стоять в дабле. Тогда получается БХ в мид что ли пойдет? Вивер, блин, ну вот не знаю, правда, куда они денут этого Баунти Хантера. А у имперцев стандартный сбалансированный пик, флетчер. Там височ, например, на бот пойдет. Ну, можно тоже дабл лейн какой-то придумать. Тогда надо к локерку поставить рейнджового героя. А, нет, стоп, зачем? Лол, у них же есть Энигма. Что я несу? Какую-то чушь просто не заметил. Прямо от этого героя посреди экрана он и не заметил. Вот ДК, пожалуйста. Хороший герой, такой пассивный мидер. Ну, я вообще не люблю ДК. Но в данной ситуации этот персонаж смотрится, мне кажется, как нельзя лучше. Знаете, то есть он, во-первых, очень плотный, что позволяет ему нормально стоять в миде. Во-вторых, он имеет станд, там с ним можно и в мидгейме как-то подраться. То есть он функциональный хотя бы. Вот они, европейцы в смысле, набрали он. БХ, Вивер, какие-то такие, знаете, герои. Проказ-то нету, стана нету. Ну, у БХ, конечно, есть там кое-какой проказ. Инвиз, Джинада, Тос. Но это, чтобы его дать, надо в упор подойти. А подойти в упор, особенно герою, у которого инвиза, да, то есть бывает не так просто. Ну, вот, пожалуйста, Queen of Pain. Так, тогда мы переключаемся сначала сюда. Подождем, пока там доберут героев. Выходит, Найкс пойдет в леса таким образом, да. БХ пойдет на оффлейн. Виномайн, Сервивер, это будет дабл лейн. И Queen of Pain тогда в мид получится. Но Тейл играет на Баунти Хантере, да, вот что-то такое своеобразное. Прям, прям не знаю даже. Может, он просто шмоток на него, типа, оденет, а потом, типа, послапывается. А, нет, смотрите, Ванскор на Висадж, Олвис, он офлайн на Энигме. Вот я прям не угадал. Ну, что касается Клокверка, ДК и Клингза, мы все с вами прекрасно понимаем, кто на этих персонажах будет играть. Так, почему на обложке канала нет тебя, а два каких-то левых типа. Ну, наверное, потому что еще не успели поменять. Я на GS Studio работаю совершенно недавно, то есть мы с ноября начали вместе работать. Они мне предложили очень интересные условия работы, ну, даже нисколько в материальном плане. Деньги – это все тлен. А мне важно именно, чтобы организация работала, то есть они выбивают турниры, там, официальные слоты куда-то. Вот та же самая Дремлига, которую, по сути, я стримлю официально, да, там, ну, там еще Вилат есть. Там, на самом деле, сначала не планировалось, чтобы Вилат стримил, но он, видимо, сам захотел, сказал организации Дремхака, что, ребята, мол, я хочу постримить групповую стадию. Его, конечно же, пустили, потому что, ну, это же Вилат, лол, такой, такая звезда. Его просто нельзя оставлять без слота на таком хорошем турнире, как Дремхак. И, вот, ну, тем не менее, все равно нас там смотрит, там, по пять тысяч человек. Я очень рад. Если так будет продолжаться дальше, то это хорошая возможность просто стать, ну, более известным и так далее, научиться лучше комментировать. Надо как-то двигаться вперед. А насчет канала я попрошу завтра администрацию, чтобы они там что-нибудь сделали с обложкой. Так. В чатах пока что пусто. Да, особо ничего нету. Да, вот, помимо Твича у нас сегодня еще работает ГГшный плеер, который я вот решил сегодня подключить, потому что Твич как-то подлагивал у меня. Я решил, что на всякий случай пригодится еще ГГ-плеер, чтобы был, как говорится. Так что, кто знает, где мой канал на Гудгейме, милости просим, заходите и можете смотреть трансляцию там. Так, игра на паузе. Что же такое произошло? Ванскор поставил паузу. Что не так у Ванскора? А вот, уже все так, все наладит. Как-то интересно, так Флетчер появляется, спавнится. Вот, все. Заспавнился. Так, вот так вот точно надо сделать. Тогда все будет отлично. Там должны логотипчики сейчас подгрузиться. Если что-то не так, я думаю, что в чат мне напишут. Саппорт БХ. Ну, хуже, чем саппорт БХ, мне кажется, может быть только саппорт Войн. Поэтому... А, нет, стоп. Я знаю, чем будет заниматься Нотейл. Нотейл будет крипджекать. Он будет крипджекать Флая во вражеских лесах. Точно. То есть, Энигме придется немножечко не сладко. Посмотрите, кстати, как закупился Олвисон на Флай. Он тут с Дастами, с Энтрями, со всякими полезняшками, которые будут, собственно, спасать его от этого навязчивого и назойливого Баунти Хантера, который уже там начинает в Инвизе носиться. Да, имперцы... Ну, они знают, да? Видимо, чувствуют сейчас. Типа, здесь пойдет. Вот, давайте попробуем. Поставили один вард. Так, они... Он не заметит, не заметит. Так, Нотейл видел? Так, Нотейл сейчас воткнул очень хитрый опс. Посмотрите. И вот, спалился, спалился! Лови, лови его, ребята! Станы стрелами, коцей, коцей. Сейчас еще, возможно, один вард. Просветочка. Замедленно, Нотейл. Тычка летит, еще тычка летит. Это ФБ. Ох, какие молодцы! Как они прочитали! Вот это молодцы! Знали то, что парень будет вардить здесь. И поймали его на варзинге среднего спауна. Опс от Ванскора на руну. Реген. Вот, блин, как бы могло повести Баунти Хантеру, да? То есть он здесь спровоцировал поставить в центре. Спровоцировал вжать просветку игроков команды Эмпайр. И если бы он выжил и ушел просто очень сильно на коцаном, он пошел бы на топ руну и забрал бы там реген. Представляете, какая-то приятная руна была бы для него. То есть сразу же обратно идем и полный столб ХП, полный столб маны. Ссылочку на ГГ спросили. Да, конечно, можно. Я сейчас скину обязательно. Вот, скинул. Разобрались мы с плеером. Так, Ханни на меду играет Квапой против ДК. Ну, что тут сказать? ДК, в принципе, герой практически непробиваемый. Основная задача скандала это сейчас доформить Бресс... Вот так вот, да, Брессфайром. И вот этого тычечкой. Ах, жалко. Доформить каким-то образом до Ботла. И... Вот сейчас надо, наверное, пить банку. Да, надо пить банку. И потом просто этот Ботл обузить. Стоять против Queen of Pain. Получать максимум ХП, максимум золота. Ну и... Ой-ой-ой, у мага-то проблемы. Надо как-то хитро поставить Коги. Он врубает сейчас батареечки. Но тут уже... Тут уже Нотейл. Да, маг понимает, что сейчас... Ага, банку пьет. Ой, красавчик. Правда, сейчас забьют ему это все дело. И неужели он за телепортом пошел? Да, пошел за телепортом. Ставит Коги. У него нету сейчас... Он поставил Коги. У него теперь нету. У него нету маны на телепорт. Маг мансует. Но, по-моему, он... Да, он умрет сейчас. Но вот зря сразу же ТП-аут не сделал. Хотя... Такое. То есть он умер каком? На втором левеле. Как бы не шибко страшно. Это он сейчас появится. И просто вот с этого телепорта вернется сразу в бой. А так ему пришлось бы... Представьте себе. Сделать отсюда ТП-аут. Потом залечиться. И пешочком со своими 315 мс бежать до Лейна с Эрой. И в это время тут, конечно, Эра очень много бы фармил. Ну что, допустил ошибку маг. Он допустил ошибку, когда очень сильно накоцился. Мне кажется, вот эта вот ерунда с когами и сохраненным телепортом... Мне кажется, что это нормально. То есть... Ну там, да. Ой-ой-ой. Соло Саншин. Убили. Молодцы имперцы. На топе они действительно хорошо справляются. Это, я чувствую, будет такой своеобразной визитной карточкой команды Empire. Пик Флетчера для Сайлента. Вот нашли они хорошего героя. Но это, кстати говоря... По-моему, теперь вот эти вот огненные стрелы, я где-то слышал, они теперь по БКБ бьют. Да, то есть, если чувак в БКБ, ты просто включаешь эти огненные стрелы и доп-дамаг наносишь. Тут скандалы какие-то, проблемы. Ну, Нутейл нахабатил третий левел себе. Вторую инвизу забрал. Сейчас пойдет, наверное, крипджекать. Always on a fly. Сейчас очень хитро прошелся. Провардил точку. Очень хитро провардил точку, надо сказать. То есть, это не так просто, не раздевардишь. Ну, а флай... Нет, ну, леса большие. То есть, флай найдет, где пофармить. Идут убивать ДК... Ой, как много здесь на скандале. Да, это, скорее всего, фраг. Но перед смертью ничего не... Надо, наверное, хоть, не знаю, руками может там кому-нибудь прописать. Тяжеловато, конечно, скандалу тяжеловато его гангует. Но зато в этот момент маг нормально стоит. То есть, он получает много экспы и какое-то золото. Контролит руну. Сейчас очень важную работу выполняет маг. Дабл дэмэдж. Набудьте, ну, тут вина мансер. Ай, да ладно! Вот это флайт упанул. Сейчас вот... А, вот если бы маг его запер бы еще, это было бы, конечно, ну, верх идиотизма. Но мог получиться фраг. Да, и... Чем черт не шутит? Можно было попытаться убить. Так, Трикси. Четвертого левела Вивер. 900 золота нафармил. Сейчас пойдет себе кольцо, наверное, купит. Чтобы как-то стоять было повеселее. Не, ну, пик команды Эмпайр мне нравится определенно больше. Не считаю, что... Ну, тут вообще везде, да? Скажем, начальная стадия игры. Ну, вот если бы маг там не шибко ошибался, то он бы, наверное, вообще бы сейчас и не умирал бы даже, да? То есть нормально бы стоял. Ну, гонганули скандала. Ну, окей. Зато имперсы сделали ФБ. У них Энигма Лиса профармливает. А у Фнатиков никто Лиса не профармливает. Так, ну, че, неужели Курухач? Крипджер. Сейчас как-то осмотреть ему. Не. Не. Так. Опс поставили. Ну, тут, ну, Тейл дал он, потому что Визаж рядом. Просто можно было бы там с Джинадо ударить, блинник от Квапы, тычку в Куру и убить ее попытаться. Но тут был рядом Визаж. И вот такая вот ситуация получилась. Дивардит ванскор. Ханни попытался... Слушайте, а он что, заденайл, что ли? Я что-то не понял. Он заденайл вард? Вот это Трайхард. Там, по-моему, рыженький восклицательный знак был. Да. Блин, не дал 50 золота он ванскору. Хитрый. Бьют через БКБ плюс побольше урона. Вот мне подсказывает. 30, 40, 50, 60. Да, по сути, имеет на 7-м левеле тупо плюс 60 дамага. Но это же вообще очень круто. Вот сколько Сакра дает? Сакра дает... Как бы просто Сакра, да? У тебя 7-й левел. Вот тебе молодой человек Сакра. Пожалуйста, получите. Просто в руки тебе вот так вот его кладут. И ты такой жесткий дамаг можешь наносить. И по строениям, и по героям. БКБ, не БКБ. Очень, конечно, круто. Закидывает Сайлент стрелами огненными Вивера пока. Он может это делать. Но все-таки Трикси какие-то деньги здесь насобирал. Так, Нотейла видит. Нотейл с баночкой. С просветом Энигма. Естественно, тратить этот просвет Энигмы не собирается. Шестой левел уже у Флая. И, может быть, пора что-то себе приобрести такое. Брейсер для скандала. Боттл тоже для скандала. Снова идет какой-то ганг. Блин, Нотейл, вот посмотрите. Там походил, тут походил. Ох, четвертый левел уже, да? То есть он, по сути, просто стоит рядом с Флаем. И тупо получает экспу. Нет, это, конечно, бредовое обновление. Это надо, мне кажется, убирать. Вот это вот мне в новой доте не очень нравится. Что можно стоять рядом со стаком нейтральных крипов. И получать с них экспу, даже если ты их не добиваешь. Это неправильно. В механике третьего Варкрафта, по-моему, такого не должно быть. То есть, опа, крипджек от Куру. Смотрите, хитрый Нотейл, но... Ну, правда, это нет, это не крипджек. Крипджек-то когда вот на крипах ловят в нейтральном весах. Вот это крипджек. Мне что-то прям приелось это слово. Надо отвыкать. Пятого левела. Клокверк, а вивер шестого. Ну, Клокверк функциональнее будет, чем вивер. Поэтому посмотрим. Говорят, там опять маг чуть не получил. Слоу хп как-то убежал. Может быть, я не заметил просто. Лайфстиллер фармит без Мидаса. Что, наверное, в какой-то степени должно радовать команду Эмпайр. Да, что у него нету такого жесткого Мидаса. Разменивается по тычкам. Сейчас выйдет. Ай, вот такой просвет дает. Малый файс. Есть таймлапс. У Трикси, Трикси жмет таймлапс. С Блэк Холл. Соло Ассамшн сразу. Трикси упер. Правильно все сделал Луисон на флай. Ни в коем случае нельзя в такой ситуации экономить Блэк Холл. То есть, ближайшие три минуты я не думаю, что флай... Ой, опять у ДК какие-то проблемы. Сейчас делают имперцы сейф ТП. Но ни один этот телепорт не был реализован. Потому что в таверне оказался ДК. И никого больше убить там не получилось. Вот так вот грустно. Вот так вот грустно. Скоро. Второй Обливион Став сделает. Это пока что барабаны себе, наверное, тащат. Купленные Райт Кликом. Так и есть. Прожали фортификейшн на боте имперцы, чтобы... Или... Нет, стоп, погодите. А кто это? А, нет. Это просто... Сказал... Сказал анонсер бастионовский. Что-то там про вышку. Я перепутал и подумал, что они вжали фортификейшн. Там просто похожие у него высказывания на эту тему. Так, а что у нас будет Клокверк собирать? Интересно. Сразу Блэйд Мэйл, возможно. Тут, кстати, Блэйд Мэйл будет очень полезен. Потому что, по сути, этот Блэйд Мэйл не зацепит только Найкса в рейдже. Там Вивер, он БКБ собирать... Ну... Конечно, Вивер и БКБ собирают. Я не спорю. Но они делают это крайне редко. Да, кстати говоря, неужто Мидас собрался? Да, Вивер, похоже, собрался Мидас покупать. Блин, хитрый Трикси. Сейчас Крипа добьет, Мидас купит. Вот. Потом Квин оф Пейн тоже, понятное дело. Суник Вейв и Скрим и все это в Блэйд Мэйл работает. Там БХ со своим прокастом, Миномастер и так далее. Опачки, таймлапс. Сайлант стоит и терпит. Сейчас... А, нету... У БХ просто нету трека. Но зато у него есть просвет. Сейчас попытается Трикси. Да ладно, как больно. Еще один. И вот он видит. Так, не успели. Просветили. Джинаду дали. Тос есть. Идет сэвить. Он здесь, он на флай. Идет сэвить. Ой, хорош. И Сула Самшин Вивера убили. Тем временем Сайлант остался жив. Фабилеров вызывает ванскор. Продолжается погоня за игроками команды Фнатик. Но делать это уже бесполезно. Потому что эра далеко. Эра на фейзах. Но Тейл вообще аж в инвизе стоит. Поэтому что за ним бегать. Сайлант ходит. Там крипов хавает. Вот сейчас у него второй обливион став появляется. Вот того и гляди. Под центрой, смотрите. Сейчас вообще Соник Вейв и Скрим. И Сайлант умрет. Ну правда побаивается это делать Ханни. Не хочет разменивать себя на Сайлента. Но он скорее всего разменяет. Да, потому что. А вот сейчас вот он один стоит. И ушел. Да, все, убежал. ДК там пока что руны контролит. Кстати, с фейзами ДК. Обратите внимание, не ПТ, а фейзы покупает Рома. Что не самый такой стандартный вариант покупки Грейда Сапога. Для ДК. То есть, тем более, что фейзы, насколько я знаю, немножечко подрезали. Да, там, по-моему, МС. На, именно на самой фазе. Да, то есть, когда ты нажмешь фейзы, там, не так много МС получаешь, как раньше. Если я не ошибаюсь. Вот. И с учетом этого обновления, как бы покупать фейзы на том герое, на котором можно еще и ПТ купить. Ну, мне кажется, что это немножко странно. Так, ультует скандал. Тут рядом Флетчер. Флетчер уже тащит себе Оршад. Сейчас это будет известно. С иллюзиями, с эйдолонами, сейчас с фамильярами. Наверное, спушит имперсин. Вот как только получают преимущество, сразу же начинают его реализовывать. Мека у Энигмы. Сейчас можно просто пройтись по лейну и вынести здесь вообще все. Все и всех. Фортификейшн и идут 9, да. Кто сюда партийца? Сюда партийца, флай. Ну-ка, грамотно динай вышкой. Блин, ну имперцы, конечно, молодцы. Очень классно играют. Смотрите, и вторую вышку начинают ломать. Оршад получает лечер. Ему бы маны только побольше. Сейчас бы кто-нибудь ему манки бы подлил. Наверное, просто ручками сейчас заберет для этого вышку. Пытается задинайить. Ой, хитрик, фаник, чуть не задинай. Флай, получил. Стан, все, в него летит. Эйра вгрызается в скандала. Ой, Блэкхол, а то если он оффлай, ему сбили. Блэкхол, тосом. И, ну, тут, наверное, лучше уже отойти. Сониквейв очень четкий от Хани. Он еще и скрим дал, закопал просто двоих здесь. Ну и Вивер тоже умер. Сайланд продолжает настреливать. Приходит Ванскор, которого здесь так не хватало. Размен 2 в 2. Формилу Вивера со своим Мидасом убили. Он сейчас будет находиться в таверне. И у него Мидас, ну, какое-то время, там где-то секунд 10, он не сможет этот Мидас скидывать. Ну, молодцы, конечно, Эмпайр. Могли, конечно, немножечко получше. Ну, тут просто борзянку, да, включили. Там, типа, вот, что мы там. У вас тут 5, а нас тут, типа, 3. Давайте драться, вся фигня. Там у Сайланта нету крипа, у Сайланта нету маны там, да, что-то типа того. И в итоге они решили подраться. Но, тем не менее, забрали Вивера и чуть не забрали Наикса. Могли вполне это сделать. Вполне могли они его убить. Но чуть-чуть не хватило. Травола там... О, травола на Квапе. Да, я вот, кстати, не заметил, читая чатика, фигевая, действительно. Тревел Бутс купил себе Ханни. Ну, может, чтобы сплитпушить, он чувствует, да, как будут сейчас Эмпайр играть. Они будут идти по Лейну и тупо всех выносить. Квин оф Пейн таким образом, ну, с траволами попытается максимум фармы и максимум экспы вывести. Ну, согласен, весьма спорный артефакт для Квин оф Пейн. Весьма спорный. Может быть, для того, чтобы делать какие-то телепорты там вместе с Наиксом. Внутри... Эмпайр чувствует себя весьма свободно. У них есть инициатива, у них есть хорошие герои, с которыми они могут драться. Опачки, Клок. Ой, Маг, молодец. Маг... Ой, правда, ульту сбайсил. И тос получил. Намазали Гейлом. То есть, весь проказ сейчас сдали Фнатике. Вообще, все... Ну, кроме Квапы, да? То есть, осталась Квапа. Квапа еще может проказ дать. Да, вот этот, кстати, Сентри не видел. Да, можно было бы раздевардить этот Сентряк. Такой, кстати говоря, какой-то забавный. Новенький какой-то вард. Мне кажется, можно было бы забирать Рошана. Побоялись Эмпайр. Чего-то побоялись. Не знаю, чего. Веник весь свой проказ дал, маны у него не было. Вот, посмотрите, Флай уходит. То есть, Флай абсолютно ничего из себя в этой драке бы на Рошане не представлял. Там парочку змеек бы поставил, да? Там пассивочкой подзамедлил. Ну и все. По сути, просвет мог бы дать. И проказ, по идее, остался бы только у Хани. А на этот проказ Хани и Нигма может ответить Меккой. Там Лечер с Оршадом. Там ДК плотный, 1100 хп. Ну не знаю. Мне кажется, там можно было борзеть и забирать Рошана. Может быть, Эмпайр решили не обострять ситуацию в этом отношении. Ну сейчас Сайлант попробует найти какого-нибудь... А он сейчас, кстати, по-прежнему... Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во, что не видел, что ли? Блин, ну можно было, мне кажется, его убить, я все-таки видел. Крип джекнуть его можно было бы. А, они решили все-таки убивать Рошана под смоком. Сайлант уже очень быстро лицо стреляет. Эту Мурашану под медалечкой Да, еще физдамаг Очень хорошая комбан Очень хорошая комбан У Империи ДК отпушивает топ Сейчас барабаны скоро должен купить Ну все, Сайлант забирает Все, раздеварили По-прежнему есть один центр Который, собственно, дает Здесь вижу Маг подобрал инвизу Получил трек У него боттл есть, так что он этот инвиза юзает попозже Аквапаут, посмотрите, под хостой И с Наэксом внутри сейчас бегает Ищет прям вот Мага, да? Ну а попробуй мага убей Вот так вот, Коги, Коги, ставь родной, хорошо А, Соник Вей потратили, да, сильно Ну не знаю, встретят ли здесь Ванскор каким-то образом Вот хотя бы Эру Да, да, Оршид повесили Ну и все, больше ничем не встретить Фамиллера не застанет Да, Соло сам что-то Фамиллера потеряет еще Да, подфидел немножечко Ванскор Получился такой ганг Посмотрите, кстати говоря, у Скандала еще проблемы Да ладно, Скандал, ты что, тоже умрешь что ли? Ёпросоте, и Скандал тоже умирает Да, два фрага под треками за эту минуту сделали Фнатик БК получает небольшой буст по золоту И, естественно, тоже Вот Квин оф Принт, смотрите, у нее Гост Сразу же от Флечера Спасительный такой артефакт Лайфстиллер Покупать себе будет армлет Естественно, при включенном армлете Лайфстиллера убить, наверное, не удастся Вот так вот за Оршид и Расстрел Хотя фиг его знает Может быть, если Крипджекина каком-то там поймает Вивер еще же с Майдасом фармит Зараза, ну Не так все хорошо сейчас у Эмпайр Как могло бы быть По золоту они уже, видите, немножко проседают А по экспе Вот По экспе они уже вообще преимущества не имеют Лечер идет искать Что тут есть? Ну не, Квапу не убьешь Квапу должен был прокликнуть Все, Квапа ушла Вот Виномайнсер Самый легкий фраг сейчас Надо убивать Виномайнсера Вот трется, трется здесь Флай Ему не нужно здесь быть Лол, Флай Ну вот это да Все, умер, умер Умер, браток Все, извини, ошибся Молодец Сайлент поймал нужного героя Прожимает свою руну Инвиза, маг Или она сама прожимается, не знаю Ну, вообще он может сейчас очень как-то хитро залететь Скажу вам откровенно БКБ начинает Флай С БКБшкой он будет Интересно, а есть смысл вообще? Вот, вот это я называю Грамотно человек прокачивается Энигмой Ну зачем второй Блэкхолл? Правильно, лучше дополнительный Миднайт Палс Или, не знаю Или плюсики Потому что Но Блэкхолл на двойку качать Это вообще бред Там дэмэдж ненамного увеличивается Ну там кулдаун на десятку меньше Но монокост резко возрастает Так что оптимальнее, конечно же, качать Так, Мутейл получает стан Прыгают Сейчас будет, возможно, прокаст Но есть Мека Хороший стан Фамильеров, Фамильеров сажать Ай-яй-яй, Блэкхолл Ай, Олвис Монофлай Плохой Блэкхолл скастил, конечно же Но Мага, наверное, подгрызут здесь Скандал под пиявкой Скоро у него не будет брони Флай перед смертью, возможно, разультился Где же Флетчер? Где же Флетчер? Флетчер-то вообще на топе Драка-то разворачивается Не самая приятная для Эмпайр В итоге 2 в 2 они подрались Убили Найкса Потеряли двух героев Глокверка и Визажа Ну, кстати говоря, скандал жив Ну, просто все эти фраги были под треками Поэтому Возможно все Возможно один Непонятно Гем у Флетчера Ох, такой серьезный пассажир Гем, Кристаллис, Оршид Попробуй, бей его Что самое интересное О, сейчас может быть БХ Давай-давай, БХУЛЮ, БХУЛЮ И вот так Оршид только не повесил Эх ты ж Сайлент Под треком бежит Убежал Все, хорошо Мана у него на Оршид, наверное, и не было Да, у него не было мана на Оршид Тогда бы он просто Не заюзал бы Достаточное количество огненных стрел Скорее всего Еще одни фамилиары Плейтмейл для Ромки Потихоньку Кирасу начинает варить Да, полезный артефакт, конечно, против таких героев Которые есть у Фнатик Но БКБХу бы тоже не помешало Если быть честным БКБХу начинает делать и Вивера Что Клинкс делает? Клинкс, Клинкс, Клинкс Ага, Дейдлос, наверное, Дейдлос А что делает Мак? А Мак пока непонятно, что делает Он, наверное... Да, это... А, нет, стоп, это Некры Наверное, Некры Или Форстав Стоп, нет, скорее все-таки Форстав Я ставлю на Форстав Потому что здесь Найкс и БХ И Квин оф Пейн Конечно, надо как-то уходить Надо как-то спасаться Сейчас Флетчер выбежит С Гемом Поймает БХ, но надо делать ТП-Аут Ой, жадный, какой жадный Ну, Нотейл, ну жадный, жадный Вот, жалко ему было этот телепорт сжать Ну, отправляйтесь в таверну Отправляйтесь Отправляйтесь в таверну, молодой человек Тем временем, Нотой Канни Докупает Ну, пытается, точнее, докупить свой Оршик Пойдут ли имперцы дальше Непонятно Или все-таки Вот, да, здесь будет убивать Сайлент Флая Так, убивают Поставили в арте Есть Аегис, есть Аегис Не боимся Очень грамотная реализация Аегиса Сейчас от команды Эмпайр мы видим Хаваем Крипочка И бежим, наверное Не, не хаваем Ну, ладно, не хаваем, так не хаваем Все-таки Скавал Крипочка На боте, тем временем Имперцы, вроде, два таких летучих пацана С еще двумя летучими другими пацанами Пошли и попытались продавить линию на боте Но на самом деле могли бы Не понимаю, чего они испугались Там, вроде, увидели бы телепорт и ушли бы Хаста, хаста, хаста Блин, хаста, что ж ты Вот Сайлент Надо было с полицией О, просветили Вот это уже плохо Надо как-то спасать Но Сайлент, кажется, не боится драться Коги, плохие коги от мага Он запер просто двух героев Вместе с Эрой И вот этот кукшот нужно было бы делать раньше Гем только подберите, ребята Я вас прошу, гем подобрали Под урной Эра может сгореть Нет, он обузит Армлет Выживает все-таки И сейчас бы такой какой-нибудь Санстрайк Прям бам Но, увы, нету Инвокера Нету Зевса Нету Фориона Спрашивают Это БО1? Нет, это будет БО3 БО3? Тут просто у нас Мила захостила лобби Не знаю, зачем она это делала У нее, возможно, руки Чесались прям Во-первых, мы не могли Дать матч из-за того, что Мы не знали, кто хост В итоге это была Мила И она стояла И сидела, точнее, в лобби Не признавалась Что это она захостила В итоге мы выясняли очень долго И вот сейчас еще тут нету Вот этой вот плюшки Хотя какая разница, по сути Все равно всегда люди приходят И спрашивают БО1, это БО3, БО5 Неважно, есть там Да, вот эти вот Индикаторы побед Там, сколько игр Из скольки возможных прошло Так что Не думаю, что это страшно Аганим, Аганим, Аганим БКБ скоро у Флая Интересно, будет ли он в этой игре Собирать Аганим По-моему, когда ты покупаешь Аганим на Энигмик Тебе еще к Блэкхоллу Добавляется эффект Миднайт Палса То есть, если ты скидываешь Еще один Миднайт Палс То ты получаешь 2 То есть, 7-14% От КП в... Ой, да ладно Как больно Как же ты тут попался-то? Как же ты тут попался, дружище? Вот этого я не могу вам сказать Сейчас он у Тейла Гем Да, с БКБ Наверное, уже, да, будет у Хани Блин, Хани, конечно, сфармил Вообще беда Много Ну, плечер поболее Но все-таки Пошел такой сварм Лесной какой-то По елкам Два БКБ покупают Сейчас игроки на карте Энигма и Вивер Так, там на боте Скандала сгрызли! Ё-моё Это вот травола Это просто травола с Эрой Сейчас будет, похоже, Энигма Бороться за своего тиммейта Но сейчас Флайо, да Повесят трек И Эра просто убежит от него Хани вообще сверхбыстрый Под этим треком Но Тейл пытается убить Флайо Хорошая БКБ Великолепный Блэкхолл Но, блин Где же кто-нибудь Кто может подамажить? Плечер совершенно Далеко стоял здесь Гем есть Убили БХ Гем есть Хани укладывает просвет Берет Гем И уходит с ним В итоге ДК разменяли на трех героев И Размен получился, конечно же, хороший Но, ёпросоте Опять вот Сайлант Где-то проморозился Он с респауна, по-моему, да Бежал Да, наверное, Сайлант Где-то с респауна бежал Потому что его там Я помню, убили Ого-во-во-во-во-во Видит, видит, видит Оршет И сразу же Септер А что у нее в руках? Копыч Не вижу Не понимаю Какая-то Булава Какая-то палец Непонятная А, да Вот Навишная Какая-то Ну, ладно Второй Рошан За Импайр Есть чему порадоваться Фанатам этой команды Ну, я не то, чтобы Прям топлю За Импайр Но, конечно, хотелось бы Чтобы они победили Просто Очень скоро Начнется Техлапс Уже В следующую субботу Импайр Там будут играть Я Мне бы хотелось Чтобы они там заняли Первое место Так На Тейл Трек На Флайе Ну-ка Посмотрим Что там с Экспой О, вроде бы как Перевернули График по Экспе Имперцы Уже Так сказать Преимущества По опыту В их плоскости Находятся С золотом Так было всегда Вот с первой Минуты Ну, там Где-то Чуточку Там где-то На ранее Пятой минуты Где-то получили Небольшое преимущество Снатики по золоту Но потом Сразу Сразу Оно Глубоко Ушло вперед Да, там Начали вышки Сносить Начали Рошана убивать Ну что, Эмпайр Тут просто сейчас По верхней линии Скандал может пойти Продать либо боттл Либо стики Приобрести себе Скажем Гиперстоун Как вариант Почему бы этого не сделать Ну, кстати Хитрые фнатики Сплитуют Атакуют Линию на боте И, кажется Имперцы не хотят Да Расставаться с той вышкой Ну, Сайлант Быстренько сейчас Ее достреляет А Имперцы тут задефит Да, кстати Хитро вышла Вломали И Нигма очень близка К своему даггеру Тем временем Трикси на медуз плетует Пытается что-то вывести Но Тейл Не знаю Зачем он сюда идет Ну, все равно Ни у кого Просвета нету Гоняются с Гемом За Сайлантом Все, блин И вот так вот Сайлант сейчас потеряет А и БКБ вжал Зачем ты БКБ-то вжал Дружище Ооо Вот это да Ну, сейчас кто-то здесь Огребет Сейчас похоже Ханни просто вот так Получая хороший Оршад от Сайланта Чтобы ничего не скастовал Ханни Но все равно Все равно Сайлант Никуда не убежит Ну, как-то вот Мех и подсейвить Ну, вот это было очень плохо Они просто отдали Аегис Отдали все на свете Тут неплохие Гоги Вот надо попытаться Ханни сейчас убить Он потратил Блин, все в него скидывают Отличная работа Блэк, гол Скандал дамажит Сзади Трикси пытается запокусить скандал Но ДК слишком плотный герой Для него Трикси получает стан Есть должен быть здесь вижен Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Что творят? Мак Форстав запирает Но Тейла в Коги Начинает дамажить Но Тейла ДК подходит Дает Брэсфайр Убивает Четвертого игрока Команды Фнатик Флай уходит по трекам Просто находятся игроки Имперские Сейчас что-нибудь Форстав Дай ему Форстав Дай ему Форстав Дружище А Ну да, он не был Форстав Жаль А какой Байт-то получился, да? Интересный Байт просто на Беспомощного Вот Драке Один против пятерых Флетчера И в итоге Закончили имперцы Один против Ну отдали одного Саэгисом И убили четверых героев Команды Фнатик Сейчас заставляют они Соперников Прожать Глиф На миде Потому что В противном случае Они просто сейчас поломают бараки Флай попытается Наставить вардов Как-то это одевить Но что-то мне подсказывает Что все-таки Один Ну да ладно Вы чего? А, побоялись Наверное действительно Стоило бы здесь побояться Потому что Вскоре появляется Найкс И Квин оф Пейнт С телепортом Привезет его Непосредственно В Самую Так сказать Гущу сражения Где этот Найкс Будет очень больно Бить руками Сайлант кстати Сам ошибся Если бы не забыл Ну Забыл про Эгис Тут пишут просто Ребята в чатике Он Ну это была ошибка Конечно же То есть он думал Что вжмет БКБ И тупо убежит Но Нифига подобного Никуда он не убежал Надо было дождаться Просто потерять Этот Проклятый Аэгис И тупо вжать БКБ И просто уйти оттуда Тогда бы он остался жив Но тогда не факт Сделали бы Эмпайр Вот это вот Минус 4 И проломали бы Они Тогда Т3 В итоге Получилось-то хорошо Согласитесь Да ДК там Кирасу свою получает Сейчас БКБ Скоро сделает Даггеру Энигмы Клокер Какими-то тоже Артефактами Обзаводится Аганим У визажа Появился То есть в итоге Они отдали Одного Сайлента Да По идиотству Это вот Просто Форменная Клоунада Повернулась Очень Такой Правильной Скажем Стороной Для Это просто Называется Может быть Не то чтобы повезло А сколько Вот Фнатик Просто глупо Поскупили Надо было забрать Сайлента И только уходить А сейчас Ханя Будет огребать Так смотрите Не Блэкхолла нету Эра вылезает Из Квин оф Пейн Пытается сделать Рейдж Стопаут Ой Хороший Хукшот Бак знаете Даже Так Отошел Сначала Чуть подальше Чтоб Мощнее Ему этим Гаечным Ключом Просто По морде Дать Да Весело Конечно Вышло И снова Двух героев Лишаются Фнатики На ганге И снова Эмпайр В атаке И Сейчас Пойдут Похоже Ломать Центральный Коридор Дейдласс Лейчера Ну сейчас Он Будет стрелять Наверное В лицо Прям Вообще Нормально Сейчас еще Какого-нибудь Трикси Тут подцепит У него БКБ есть Можно спровоцировать Его вжать БКБ Через Оршед Но Ну что Тут глифа нету Ничего нету Блэкхолл имеется В чем проблема Зашли Убили Пам-пам Все Минус один лейн Минус один лейн Все Отойдут Да Решили отойти Ну с другой стороны Правильно Зачем Допускать ошибки Отдаваться И затягивать игру И в итоге Потом проигрывать Нет Конечно же Этого делать не стоит Скоро У Клокверка будет Аганим Вот тогда-то мы Конечно Посмотрим на эту драку Смотрите Как резко вышли Да Имперцы Вперед По золоту И по экспе Тоже резко Вперед Вышли Два смока Закупают Нотейл Пока что Треки Развешивает Ну вот Посмотрите На этого Немощного БХ Вот Что вот он Может Да он там На экспе Где-то себе 11 левел Да у него там Какие-то шмотки Есть Но Не знаю По-моему Лучше было бы Пикнуть еще Одного функционального Героя Который бы нормально Стоял на линии И помогал бы В ганге Помогал бы Хотя бы По-моему Это был Такой вот Момент Чтобы как-то Мешать Флая Фармить леса Но в итоге Он Немногого Достиг В этом Мы видим То что У Флая Золота Очень много Он Топ 3 По нетворс Даже выше Чем ДК Который вроде бы Как в меду стоял И должен По идее Иметь Огромное количество Айтем Ну не сколько Огромное Сколько вообще Он должен Какие-то айтемы иметь Энигма Она все-таки Хоть и фармила Лесной Но все-таки Саппорт Который покупает Меку Который покупает Какие-то другие Артефакты Которые не позволяют Ему там Фармить быстрее И убивать Сделать какие-то Конкретные фраги Да Ну возможно Это связано с тем Что ДК Очень много умирал Посмотрите Вот статистику ДК У него 2-5 А у Энигмы 1-1 Да Еще 13 ассистов Изолятор Закупает себе Вивер Надо как-то Лишать Брони Этого толстого ДК Да и флетчера Было бы Неплохо Было бы Настреливать Мак Руна на топе Не повезло Немножко Империя С Немножко Не повезло С Руной Империя Но Ничего страшного В этом нет Что удивительно На Дота 2 Лонжи Висит Трансляция Милы И там Всего лишь Полтора раза Больше зрителей Забавно Но это Там Играют Играют Навики Когда там Конечно Навики Доиграют Там наверное Будет очень много Людей Так Скандал Без ПКБ Пока что Заходит По своей альтой Сварм Надо сейчас Отойти Этот Сварм Убрать Флетчер Настреливает По вышке Ой как жестко Он настреливает Ну что Будет прыгать Нигма Как-нибудь По-хитрому Или без боя Будут отдавать Бараки Ну а что тут делать Вот так Подстанели Трикси Оршад Ой да ладно Кританул Флетчер Кританул Он не успел БКБ Вжать Вот это Поворот Ну что Тогда Крышем ГГ Выходим Друзья Потому что И флай Здесь тоже Умирает Энигма Стоит Сзади Ждет Там Моменты Когда Можно Скастить Блэкхолл Пишет ГГ Ребятки Из Фнатик И это Действительно ГГ Там все В Энигму Последние Какие-то Потуди Что-то Сделать Ну и Тридцать пять Минут Сколько Тридцать девять Фрагов Весьма Агрессивная Дота Хорошие Лейны Интересные Развороты И Тимфайты Что ж Первая карта Мне очень Понравилось Так ГПМ 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 Вот интересно У Флейчера Посмотри 561 Нормально Так что Пофармил Немножечко Сайл Ну что ж Друзья Давайте тогда Прервемся Ненамного До Второй Карты Да Наверное До Второй Карты Поставим Музычку Я заварю Чаю И Постараемся Вовремя Вернуться Я вам Советую Не расходиться Сейчас Будут Очень Интересные Очень Интересные Пики Я надеюсь Что продолжат Каких-то Вот Пикать Интересных Героев Как на Этой Карте Сделали Импайр Блин Энигма Клокверк Флетчер Такие Они в меру Агрессивные И хорошие Ганги Получаются Да Это будет Бо3 Соответственно Имперцам Остается Выиграть Всего лишь Одну Карту Такие Дела 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 Продолжение следует...